архитектурный патруль я проведу в общежитии мечникова номер 8 я показала вам уже серию студенческих общежитий и рассказала как живут наши студенты в высшем учебном заведении который считается главным в одессе и одесская область и пока что эти условия отвратительные и не человеческие но возможно в общежитии номер восемь придерживаются санитарных и строительных норм возможно но не факт проверим ежегодно в общежитии должны делать ремонтные работы но вот по этому крыльцу я вижу что это правило уже нарушает начнем с вот этих реек звук прекрасный мелодичный еще пару инструментов и все будет здорово но на самом деле реки эти абсолютно бесполезны они должны служить стопом когда снег или дождь и ступеньки мокрые то резиновая поверхность которая наклеивается сверху на вот эти рейки она и не дает вам возможности сделать незапланированное сальто если кусочек отвалился ее же нужно обратно приклеить а кстати здесь тоже глухой звук и вот эта плитка тоже отвалится потому что клея маловато у нас клея в стране абсолютно не вижу смысла вот в этом пандусе какой-то кандус никокандус поднять по нему инвалидную коляску невозможно в принципе и детскую коляску тоже у вас ничего не выйдет ну без последствий конечно же это во-первых а во-вторых абсолютно не понимаю почему здесь вот три такие рейки что за трехколесный транспорт вы собираетесь тут подымать ну что ж идем и посмотрим на это общежитие внутри вентиляция всегда должен быть свежий воздух я не знаю кто есть понимаете не берем где общежитие где все здравствуйте это общежитие вот туда да спасибо большое просто необычный такой холл и так что при входе при входе у нас стоят коляски для детей вот в большом количестве просто все они стоят и вроде как бы никому не мешает все хорошо все замечательно но на потолке плесень это не просто мокрое пятно это грибок вот там уже все зеленое коричневое труба вероятно протекает и и вот это все просто на детскими колясками попытки капитального ремонта потолка закончились наклеиванием какой-то ленты которая уже отвалилась но страшно даже не это а то какое количество грибка я вижу только при входе это какой-то еще один вход я так понимаю что все что было до это предварительный вход большой холл и вот наконец-то я так понимаю что непосредственно заход общежитие всем здравствуйте добрый день здравствуйте мне зовут анастасия большедворова думская тиви программа архитектурный я знакома с вашей программы да я смотрела по шестому общежитию ролик увиделась меня зовут людмила петровна я временно исполняющая обязательства в общежитии мы очень надеемся что общежитие номер восемь цифра восемь это счастливая цифра и что именно здесь мы найдем лучшие условия для студентов нас ваше выражение лица мне не нравится почему мне нравится я думаю как это со мне почему мне нравятся наши условия понимаете как каждой хозяйке мне кажется что мне идеально мы увидели при входе грибок и плесень и к сожалению это коляска у нас прописан санпаспорте и мы стараемся мы максимально что все что могли сделаем и сейчас это в плане стоит на на ремонт дирекция старается максимально но вы же знаете что все таки достаточно средств у нас ограничено максимально всегда можно их потратить на детей на студент тратим как стараемся максимально делаем наводим порядке наводим делаем ремонт и все что в наших силах первое что было бы интересно посмотреть это что есть по технике пожарной безопасности прошу и так действительно при входе есть пожарный щит и кстати все в полном составе потому что есть пожалуйста и лопата и конусы и ведра в принципе все есть огнетушители проверим последний раз техническое обслуживание этот огнетушитель прошел в 2017 году техническое обслуживание прошел этот огнетушитель в 2017 году и это плохо потому что последнее должно было быть в 2018 году смотрели на огнетушители но они присроченные уже считается так как техническое обслуживание длится ровно один год за пожарную безопасность соответственно вот у нас есть этот самый пожарный расчет у нас все полностью огнетушитель у этих людей находится в комнатах везде на этажах у нас везде висит шланги пожарные щиты застеклены но вы пойдете все увидите а если какой-то вот конкретный человек которого можно было бы спросить задать ему вопрос то есть они считаются просрочены у нас вы всегда вас в основном владимир михалыч наш директор он всегда он ведет это все очень четко у него все это полностью по графику всегда все идет и он нам всегда говорит что вот на такое-то такое-то число вы должны собрать тогда-то тогда-то и мы все сдаем привозят а возможно ли с ним сейчас связаться то вот прямо а то есть все здесь огнетушители просрочены это государственное предприятие то должно было быть идеально я крайне наивная возможно сегодня и неприемный день но человек должен находиться на своем рабочем месте но как минимум до пяти часов сейчас 4 огнетушитель который находится прямо напротив кабинета самого главного и ответственного человека за пожарную безопасность из-за все это общежития в целом тоже просроченный год как чистота залог здоровья порядок прежде всего плесень правило отбол если на первом этаже в любом здании вы увидели что есть грибок поверьте и на пятом этаже он тоже есть тут на кухне я тоже вижу что были какие-то попытки улучшить жилищные условия студентов вот эта плитка она довольно таки новая но вот я стучу и слышу пустой звук там просто недостаточно количество клея и именно поэтому вот эти все плиточки их нет чем отвалилась и упала и пропала в неизвестном направлении что же тут вкусненького а ничего вентиляция находится внутри шкафа то есть частично это даже не частично а полностью это вентиляция вот так закрыта то есть фактически что она есть что ее нет это между прочим нарушение санитарных ну ну судя по всему вот этот уголочек это что-то вроде рядом должна быть санитарная комната правильно об этом же свидетельствуют веревки на которых нужно сушить вещи я нашла душ нет даже ни одного выключателя включателя включателя а какой-то лампочки не насколько здесь темно я сейчас покажу вот настолько не видите меня да и это уже здесь нет черта не вижу а тут между прочим обитают очень редкие водоросли они называются волосодоросли если это была ванна это раковина она не просто случайно недавно затопилась вот это вода которая находится здесь она уже вся белая цветет и переливается вниз туда на пол студенты имеют право на человеческие условия проживания а это это антисанитария а вода хотела проверить есть ли вода в кране кран остался у меня в руках единственный плюс этого туалета это то что хотя бы есть одна лампочка и она благо горит но вот это это антисанитария по технике пожарной безопасности запрещено в общежитиях заваливать выходы и проходы инвентарем который больше не используется старой мебелью рухляди ну вот этим вот заваливать выходы нельзя мне кажется я нашла основную проблему этого здания вода ее отсутствие вот такие вот буты набирают самостоятельные студенты хотя вообще-то по санитарным нормам в общежитии должна из крана литься горячая и холодная вода ну а захламленных полностью все в пыли шкафов тут предостаточно можно устроить какой-нибудь приятный костерчик на ивана купала перепрыгивать потом через все вот это вот ну а тут у нас рай проводов какой хочешь проводочек такой и бери пожалуйста ни в чем себе не отказывай хочешь серенький беленький я надеюсь что в реальности все эти провода то нет они рабочие тела проверить горячая или холодная вода что есть кране но кран остался у меня в руке это происходит на шестом этаже там все затоплено забиты все раковины хочу чтобы были в курсе и возможно это как-то повлияли и подействовали дело в том что у нас уборщицы выбирают два раза в день студенты приходят в какой-то момент готовят кушать и то что они бросят в раковину студии еще вечером придет уборщица один раз и выгребет это все студенты мы объясняем студентов мы просим и студентам как говорится но не всегда не делаю то что не хотят но то что мы видели в раковине это вода стоит там неделю она уже там затвевшая прям вода на шестом этаже вот и света нет нет ни на шестом этаже нет 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 света нет света в ванной там просто нет лампочки в туалете слава богу была одна лампочка поэтому разглядели что там настолько забито все ну максимально все заявки какие у нас есть книги вот мы можем вам показать электрика сантехника максимально какая заявка к нам приходит памяти за каждой же лапочкой каждый день уследишь если это можно как-то конечно можно однозначно мы будем принимать принимать к сведению все что мы очень а вот давайте если вы это исправите то вы мне позвоните я оставлю свои контакты хорошо договорились после каждого такого визита в общежитие я на самом деле уже даже не испытываю чувство злости или раздраженности меня уже просто опускаются руки потому что ну настолько наплевать на студентов на детей которые платят деньги за то чтобы находиться в этом общежитии а в итоге они что получают кукиш с маслом ничего даже нету чего-то банального вроде воды в кране ну ну мы рассчитывали хоть на теплую вот хоть на что-то то что у меня кратики остается в руке это ни в какую ну и конечно же техника пожарной безопасности просроченные ваши огнетушители как ни крути я оставила работникам этого общежития свои контактные данные что вы не со мной связались если хотя бы вот эти дурацкие недостатки которые можно исправить вот так вот просто за один счет если не то исправить мы придем сюда еще раз и это вам продемонстрируем хоть что-то можно исправить ребята но нельзя так засраться сильно до встречи хорошо что никто не покалечен а